5 октября некрасовцы вместе со всей Россией отметили поистине всенародный праздник – День Учителя. Святые люди-учителя. За последние годы на их голову обрушилось столько инноваций и реформ. Но позитивный учительский консерватизм, он оследованный из глубины веков, спасает нашу систему образования, да и государство в целом, от разрушительных крайностей. Как встречает профессиональный праздник коллектив Некрасовской средней школы, рассказывает наш следующий репортаж. Это единственный день в учебном году, когда ученики приходят в школу раньше учителей. Не все, конечно, а только те, кто сегодня не учится, а работает здесь. По многолетней традиции в День Учителя в Некрасовской средней школе проводится День Дублера, когда преподавательское место у классной доски занимают те, кто сам еще должен сидеть за партой. Преподаю я во втором А, заменяю Казаковой Елену Александровну. Уроков у нас сегодня 4. Это литература, русский, математика и ИЗО. Рисовать очень любят. Сегодня мы рисовали открытки учителям. Всем понравилось. Все сходили на перемене, подарили учителям эти открытки. На уроках дети молодцы, слушают. С дисциплиной, конечно, неполадки, но все, мы справляемся. Ответственное дело. Детям донести до них все, что знаешь сама, и чтобы они поняли это все. В том, что работать учителем очень сложно, убедились сегодня и другие 11-классники-дублеры, которым пришлось заменять педагогов-предметников во всех параллелях школы. Дублерский состав занял и административные должности. Главный человек сегодня в школе Владимир Александрович Беляков, дублер-директора Александра Владимировича Петрова. Я как активист, мне было это очень легко. Я сам вызвался, меня сразу же ребята выбрали. Мне помогала Елена Николаевна, сказала, что мои обязанности написала список. Также я поговорил с Александром Владимировичем, сказал, что главное будет в этом дне. Он мне все рассказал, и сейчас я контролирую учебный процесс. Самое сложное, ну вообще одноклассники относятся как бы, как друзья. То есть надо ко всем строго относиться. И хотя с утра этот необычный, но самый настоящий учебный процесс идет по намеченному плану, тяжесть шапки Мономаха Владимир все-таки ощущает. Это, ну не описать, ну ты не учишься уже, а как бы сам уже даешь знания. То есть это совсем другое ощущение. Такие непривычные картинки можно увидеть только в день дублера, когда в школе все наоборот. В учительской во время урока сидят и мирно беседуют учителя. А в учебной части кишат ученики, которым сегодня разрешается брать классные журналы и даже ставить в них оценки. Правда, только карандашом. Единственная поблажка дебютантам – сокращенные уроки, которые в этот день длятся всего по 30 минут. А в остальном, как говорится, все по-взрослому. У кого-то контрольные, у кого-то зачеты, кто-то просто пишет темы. Что, контрольные тоже доверяют? Да, доверяют. Зачет по биологии у нас сегодня есть. У десятых классов. Справляются. Контролируем, ходим по кабинетам. Кто нарушает дисциплину, с тем разговариваем, и они потом хорошо себя ведут. Справедливости ради надо заметить, что большинство учеников все же относятся к дублерам серьезно. Ведь когда-нибудь даже самые маленькие школьники дорастут до 11 класса и тоже станут учителями. Учитель должен быть ответственным, это во-первых. Должен знать свое дело. И я думаю, что учителям надо родиться. Ну, я так, это мое мнение. Вообще-то я хочу стать экономистом. Я думаю, это мне по душе. Также хочу управлять, может быть, и директором. Ну, в школе, наверное, не получится. Ну, мне бы и не хотелось в школе быть директором. Потому что это очень сложно. Учитель, это сама по себе профессия очень сложная. После уроков в актовом зале школы состоялся традиционный праздничный педсовет, на котором дублеры подвели итоги дня, поделились с коллегами-учителями своими впечатлениями от прошедших уроков и поздравили любимых педагогов с профессиональным праздником.